всем привет выбрался тут немножечко полетать поснимать что-нибудь интересное что-нибудь что попадется ну мимо проезжая полей заметил коровушек ну и решил коров поснимать все-таки животные есть животные знаю что они немножко побаиваются таких вещей ну я думаю что не сильно я их напугал максимум подумали что какая-нибудь птичка там летает вот тут я конечно велосипедистов заметил так пролететь просто по дороге по которой приехал сюда далеко отлетать не буду связи будет теряться будет не очень так хорошо для этого дрона нужна прошивка какая-то там прошивка которая позволяет летать дальше ну я не занимался этим можно конечно сделать и как-то видел на ютюбе парни делают какие-то там что-то делают и намного дальше начинает летать на какую-то частоту друг переключается вот ну а так вот погодка хорошая жаркая решил докопаться до коров корова надеюсь у тебя молоко не пропадет от страха скажет еще за птица прилетела ну для них это как бы уже привычно что летает птицы скажет что-то какая-то необычная большая птичка прилетела ночью пытается боднуть скажет что тут пойдем к следующей то тоже издалека уже заметила что что там происходит жужжит на самом деле если вот так вот бросится и подмет я наверно конечно успею отлететь то дроном можно и потерять растоптать коровушка может дрончик я что-то так и решил по низу пролететь все хочу пролететь как-то над водой очень низко ну чё-то сыкать мало ли чё потеряешь сразу да кстати у меня дрон конце видео как раз таки и потеряется ну так как система позволяет его найти я особо не переживал уже не первый раз вот заблудился я на нем короче над дронем и потерял его усел где где кончилась батарейка там и сел потом пошел искать о навигации благо показывает точно где лежит были бы да у нас тут хорошие места красивые это надо куда-то ехать можно в карелию когда поеду поснимать взять с собой дрончик я кстати на канале есть видео где я в карелию сортовал у немножечко с дрона поснимал так что можете посмотреть здесь я решил докопаться у нас тут воду берут вода не знаю хорошие нехорошие говорят хорошим уходить не очень ходить удобно а вот есть не очень удобно вот решил я людей немножко попугать как попугать мне любопытно и непонятно с ситуации с этими с дронами мало ли чё подумают что там пролетел что он там сейчас скинет люди ведь дрон маленький на нем ничего нету видно принципе его хорошо бабушка испугалась девочка набирает здесь у меня кстати тоже связь он потеряет в тенек стала или подальше встала но не будем смущать людей полетим дальше вот здесь вот неудобно подниматься когда приезжаешь на машине а когда сыра то овощи можно упасть многие люди ходят за водичкой с крана не хотят пить у нас фильтра стоят мы пьем на дачу я вожу тоже где-нибудь набираю буквально вчера вот съездил два баллона больших привез воды чай попить вот такие вот полям особо летать негде как бы все-таки по-хорошему нельзя летать поэтому чуть-чуть полетал здесь и поехал на другое место это так сказать тоже такой лыжодром обратил внимание что новые дорожки сделали когда ехал сюда змейкой в этом месте вот здесь я буду летать кружить и в конце концов дрон у меня сядет я пойду его искать хотел сделать скриншот показать как выглядит ничего особого google карта показывает где ты находишься стрелочкой да значит то есть если ты отклоняешься от курса стрелочка поворачивается то есть ты знаешь в каком направлении тебе идти ну и показывает прям точку где примерно там плюс-минус метр наверно будет лежит дрон ну вы все это увидите в принципе вот такие вот кадры вытаща смотрите нормально у меня телефон вот я сейчас монтирую да прям вот в монтажке я сижу на телефоне монтирую нажал на микрофончик записываю этот звук и у меня так периодически подтормаживает картинка телефон слабый плюс качество видео наверно там 4к у меня наверно стоит не знаю как получится здесь вот далеко не будем летать как говорю связь теряется если повыше подняться то можно чуть-чуть подальше отлететь не помню два с половиной километра максимум отлетал природа в наших краях вот такая леса 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 те кто живет в другом регионе для них это конечно наверно будет красиво так как когда я еду на юг там проезжаю там воронеж ростов там поля поля все засажено у нас леса у нас лес сажают там где вырубили по возможности по закону если так сказать вот принципе я здесь летаю я его в принципе рядом там с собой только один раз наверное видел когда он рядом со мной пролетал потом я больше как бы ну потерялся уже потерял где я нахожусь просто летаю и летаю там конечно есть кнопочка такая возврат домой сразу я ей не воспользовался а потом уже было поздно уже чё-то он там быстро все таки и уже квадрокоптеру третий год и я так заметил что батареечка вот насколько наш 14 минут полета до хватило а помню с лихвой 20 минут хватало полета а тут вот прям от полные до нуля у меня получилось до 14 минут все таки батареечка просаживается тем более я дроном особо не пользуюсь заряжать я его не заряжал видимо батарейка деградировала а надо было заряжать хотя разряженном я его тоже не держу здесь какая-то мусорка где-то я рядом нахожусь принципе я вот летаю и уже думаю а где я но я вот сейчас вот на картинке я вроде бы себя увидел но это не точно так вот летая 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 принципе я уже как бы думаю блин надо было возвращаться да ну я не вижу себя вот на картинке я вижу себя вот я по моему года я увидел я полетел полетел ну потом я решил еще немножечко поснимать думаю зарядка есть и полетел еще дальше и потом я уже судя по всему не могу вернуться там я кстати услышал какие-то звуки там дачные участки полетел думаю да и разведываю что там за звуки вот дачные участки вот на горизонте виден новый дом построены если я не ошибаюсь это новый дом а вот собственно и дачные участки если я бы спустился поближе то связь быть точно потерялась когда связь теряется он поднимается автоматически на 100 метров чтобы поймать связь система все продумано именно вот такие вот дроны именно этой фирмы хочу сказать не такие этот дрон чем плохо он ну вот ну прошить наверное далеко летает у него единственный плюс он меньше шумит чем большой мари вот ну шумит он все равно достаточно громко я вам скажу я вот когда летал искал где я я слышал что жужжит но не видно но он слишком маленький то есть это значит что он довольно таки за 100 метров точно наверно можно услышать его жужжание здесь я уже принципе ну по дорогам можно было найти по дорогам по этой дороге я приехал принципе знакома направо уходит дальше я где-то вот должен и рядом когда я буду садиться принципе ориентируем рядом с дорогой но специально я выбрал чтобы когда поехать на велике его искать чтобы там по полям далеко не лазить вот здесь я уже до решил не знаю почему вот сейчас я понимаю где я принципе по дорогам я могу понять где мне надо было просто налево повернуть а когда я летал почему-то я не мог понять где я нахожусь и полетел куда-то 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 полетел а я решил пониже спуститься и поснимать пониже своего рода тоже так интересно но судя по всему я здесь еще не пытаюсь вернуться хотя хотя уже надо надо бы по моему вот здесь да вот здесь я уже пытаюсь приземлиться кстати там не то что пытаюсь он принудительно садиться то есть когда остается там совсем мало то есть там процентов 5 может быть он принудительно просто вот там пишется что найдите место посадки то есть и он будет принудительно садиться и когда он садится ну кругом трава и там пишется что данное место не очень подходит для посадки ну а чё делать кругом трава я сел и ну в итоге он лежал вверх пузом ну ничего нашел нашел все всем пока ставьте лайк